здравствуйте друзья добрым утром я каждое утро начинаю с того что просматриваю какие-то новостные там издания каналы и но американские обычно американские еще и еще два у меня есть европейские которые я так с интересом на них посмотрю но один это бибиси бибиси второй немецкая волна и вот в американских средствах массовой информации сегодня с утра основная там новость две основные новости это то что сейчас вот значит вот это nuclear option в сенате при обстое утверждение судей горсыча это серьезная штука я вот пару дней назад рассказывал а вторая новость это что там у них всякие там перетурбации того в команде в команде трампа то что убрали его там этого такого идеолога значит из совета национальной безопасности вывели там еще что-то в общем вот как-то там упали рейтинги он очень чувствительно к этому относится сам трамп идет поиск виноватых обсуждается кого сейчас выкинут там из команд из команды к . кому будет стоить должность если то что происходит ну и так вот такая тематика в основном а когда я забрел на немецкую волну тоже не сверху там где-то надо было поковырять но вдруг вот говорят европейский парламент там неожиданно большим перевесом с большим перевесом проголосовал за значит включение украины в есть как это правильно все это хозяйство назвать вот безвизовый режим как бы да вот в эту зону безвизового режима и теперь граждане украины могут с украинским паспортом люди могут на 90 дней значит безвизово въезжать в страны евросоюза плюс там еще несколько стран и это конечно очень здорово и я вспоминаю как но не то что как началось это все началось совсем давно но чего это все стоило и ведь режим януковича тоже он янукович он тоже обещал что он туда придет и вот с этого все началось когда он вдруг значит там в последний момент сказал что он не будет там этого делайте там деньги долги тут ему россия дала 17 18 миллиардов которых у нее не было там еще что то и в общем и вот с этого все началось с этого майдан начался и в общем вот кстати какое колоссальное какое колоссальное движение какой момент невероятный вот в движении украины в европу и вот каким последствиям все это привело и через какие тернии пришлось пройти но в итоге с очень большим перевесом голосов там где-то 30 воздержавшихся 70 против ну там плюс-минус и пять с лишним сотен за то есть просто убийственный перевес и в этом есть какая-то символичность что ли ну помимо таскать чисто практического что можно поехать там это тоже очень здорово но есть какая-то символичность в том что европа говорит ну да говорит европа украина это части как бы часть нас вот это очень здорово проблемы конечно более серьезные состоят в том что возможно возможно пройдены какая-то точка в развитии страны какая-то . и оттуда нельзя вернуться в такую как бы жизнь без коррупции без вот этого олигархического я я даже не знаю как как это все назвать правильно но что может быть уже и обратного хода то нет но с другой стороны и этому может быть правда я я не знаю меня нет ответа я понимаю что разные люди по-разному могут отвечать на это дело но я хочу сказать что если мы посмотрим на несколько стран которые уже совсем в ес находится не только там у них безвизовый въезд а уже просто члены с ну скажем вот румыния например или болгария это очень коррумпированные страны то есть коррупция зашкаливающим в румынии особенно и тем не менее вот как-то там с большей болью с меньшей болью но эти страны уже как бы в европу интегрируются на более серьезном уровне чем например просто поездки там туда-сюда поэтому если такое такое движение в украине есть в смысле что если здесь эта страна хочет население хочет уже совсем там войти в этот ес и интегрироваться я я не знаю насколько это здорово или там не здорово но если хочется да значит чего же но во всяком случае есть такая возможность даже вот это вот возможно потенциальное прохождение этой точки не возврата как бы все равно не является таким резким ограничением возможности влиться интегрироваться в евросоюз на более высоком уровне интеграции поэтому похоже что такая возможность тоже есть так что ну посмотрим я хотел поздравить всех тех кто живет в украине тех кто стремился к этому тех кто ждал этого это заняло время я бы я помню как все время гайду вот вот сейчас потом раз отложилась для этого сейчас уже но вот раз отложилась и и вот потихонечку все-таки пришло в эту точку и здорово здорово и в этом есть какая какой-то символизм вот я как бы большей степени вот этим вдохновлен но надо сказать что в практическом плане возможность свободного въезда в украину из украины в европу должна я думаю должна повлиять на сложность или наоборот облегчение получения виз в соединенные штаты в канаду из украины вот чтобы не пришлось людям через мексику то там может господи боже мой там с браслетом на ноге ходить потом вот так что мне кажется что там очень много такого позитивного в этом во всем очень много позитивного и наверное я даже не знаю обычно всегда есть люди которые недовольны вот чтобы не произошло кто-то всегда недоволен но я думаю что количество недовольных в самой украине до ней не имеется за пределами но в самой украине количество процентов как бы недовольных возможности путешествовать без визы этого минимально но это я даже не таким надо быть чтобы уж прям так вот неплохо неплохо это это здорово и давайте еще раз я значит поздравлю тех кто этого ждал стремился поздравим тех кто рад за за украинцев и у меня даже такая есть мысль что паспорт украины теперь станет чем-то таким желанным и востребованным в других странах вот скажем у которых нет безвизового режима с евросоюзом все ребята счастливо и до встречи в европе где-нибудь племень Продолжение следует...